Всем привет! Продолжаем проходить Баратравму, двигаться ближе к центру и проходить миссии, которые у нас будут на пути. Также 3 апреля от разработчиков есть дополнительная инфа по поводу обновления, но я о ней уже расскажу в следующем видео. А в этом видео будем просто проходить, двигаться ближе к центру. Всё, погнали! Значит, у нас есть только один путь, так скажем, на какое-то естественное образование. И здесь только одна миссия, уничтожение роя. Мы, естественно, её берём, потому что нам надо как бы 2 рубля эти. Всё, и погнали! Что там у нас в прошлой серии, помним? 4 члена экипажа, инженер, механик и помощник. Всё, они делают свою работу, всё чинят, даже не надо ничего им говорить. Только инженер, где инженер? Он должен, по идее, запускать реактор. Чё он реактор не запускает? Чувак, ну-ка. Давай-ка реактором займись. Всё, переходим назад на капитана. В принципе, больше мы не будем сталкиваться. Ну, постараюсь не переключаться на инженера, на опускание делают всё сами. Это всё, искусственный интеллект тут просто гениальный, поэтому мы играем. Так, активный сонар. А, всё, у нас реактор, в принципе, запущен, поэтому можем стартовать. И аллилуйя! Просто аллилуйя! Нам 600 метров до ванпоста и всего лишь 500 до роя. Что-то подлодка вообще не хочет опускаться. Скорость погружения 14, но она вообще не идёт на низ, вообще не идёт. Очень медленно, как будто ей что-то мешает. Ну, это течение, скорее всего, здесь есть такие, как бы, какая хрень есть здесь, поэтому... Ну, в принципе, я думаю, миссию это легко сделаем. Хрень это трое. Уничтожим быстро. Надеюсь. Патронов, главное, чтобы хватило. Бля, я не посмотрел бы и комплектом должно, по идее, хватить патронов. Ну-ка, сейчас быстро гляну. Что тут? Тут есть? А, да всё, по-любому хватит. У нас, как бы, нормально ещё. Ещё две обоймы, как бы, две пачки норм. Что-то какая-то слишком активная подлодка стала, я не знаю. Как-то слишком она быстро набирает, теряет скорость. Вроде ещё обнову модернизации не вставили, а что-то она как-то реально очень резво идёт. Ладно, это всё мелочи, на самом деле. Сейчас мы рой быстренько уничтожаем и берём оперативненько следующую миссию. Бля, сколько-то всякой херни, куда плыть, ёпта. Бля, там внизу что-то опасное, я не знаю, это рыбы, это не рыбы эти морские. Что-то, ну они как-то на нас не реагируют. Или начали реагировать, да, начали реагировать уже. А, да которые, всё, мы, в принципе, приплыли к Рою. Так, начинает их гасить наш помощник. Рубим автопилот и попробуем сверху. Потому что, да-да-да, вот они. Переплывают наверх демоны, но это всё херня, мы их быстренько сейчас убьём. Бля, это самое херово, если они просто к двигателю присосутся. Это надо двигаться. Всё, у нас протечки. Всё, это сейчас будет экшн просто. Давай ручное управление, погнали вверх. Просто едем вверх, чтобы они как бы немного спали. И примерно сейчас вниз я сажусь за пушку. Они по-любому сейчас поднимутся, это 100% инфо-сотка. Вот как, да, как мастер парковки. Короче, это всё хрень. Мы просто нашего инженера. Огонь по готовности. Ёптвы! Блядь, инженер, какой огонь отставить? Реактором занимайся. Блядь, что я натворил? Это всё, это сейчас будет... Это сейчас будет просто... Вайп нашей миссии, мне кажется. Это я припарковался. Минус два, и надо быстро, 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 надо вверх. Хотя тут, в принципе, расстояние нормальное, можно и постреляться. Блин, конечно, в эту игру... Блядь, надо играть с кем-то, с друзьями. Здесь как-то больше кооператива будет. Ну, в следующем видео, наверное, сделаю что-то типа набора команды, я не знаю. Если у кого есть эта игра, пишите мне в ВК. Я оставлю под этим видео ссылку. Блин, требование быть адекватным, как бы, я не знаю. Знание игры минимальное. Естественно, чтобы была стимовская версия игры. Пишите мне в ВК, ставлю ссылку. Посмотрим, что с этого можно сделать. Может, все-таки будет команда какая-нибудь, кто-нибудь играет из подписчиков. Я надеюсь. Но я знаю, что есть такие люди, которые играют. Пишите в ВК и попробуем как-нибудь скоперироваться. Посмотрим, что из этого выйдет. Я не обещаю, что это будет на постоянной основе, но раз-два попробовать можно. То есть, если получится нормально, то, в принципе, значит, получится. Если не получится, значит, не получится. Ладно, врубаю опять автопилот. Я не знаю, то ли закончились патроны, то ли что. У нас сверху еще есть, я не знаю, может, попробовать на рандом пострелять. Может, вот этот вот. Тут, блин, просто такая тема, что надо уничтожить именно каждого. То есть, вот, остался у нас последний. Вырубаем автопилот. Подойдем немножко ниже. И я думаю, что должны мы его забрать. Блядь, да что за хрень? Инженер, ты будешь работать? Не будешь? Блядь, я просто в шоке. Ладно, мы поставим сейчас автопилот. И просто надо самому бежать, потому что это, я не знаю, это экшен какой-то с этим инженером. Это вообще он ничего не делает. Где он стоит? Блядь, нету реакторов. Ты что, не можешь... Ёка. Блядь. А что, все? А где реактор? Подожди. Где топливные стержни? Я же тебе... Я же тебе положил сюда, я не знаю, тысячу их. Куда они пропали? Я же закупился. Это экшен, ребят. Это сейчас надо просто самому искать. Эти топливные стержни. Куда они... Обычно... Ладно, сейчас посмотрим, что можно сделать. Если нет, наверное, придется вайпаться. Я не знаю, потому что, ну, это, блин, без стержня. Мы не запустим лодку. Это просто все. Я посмотрю, может, здесь какие-то ящики есть. Может, я не знаю, куда их спрятал. По-моему, в прошлой серии, блин. По-моему, нормально их закупил. Чуть ли там не штук шесть, может. Куда... Ох ты, ех ты. Куда они могли пропасть? Я вообще не в курсе. Блядь, то стержни украл. Я не знаю, сейчас всех просто перепроверю. Бля, ну это вайп. Это однозначный вайп. Все, у нас уже нет уровень кислорода падает. Я не знаю, тут просто ничего не сделаешь. Потому что у нас нету ни челнока, как бы. Ни хрена у нас нету. Так, давайте за кэпа. Ни челнока ни хрена у нас нету. Поэтому мы тупо не сможем даже завершить как-то миссию. Именно проплыв. Потому что, блядь, ну все, как бы. Не знаю, может, как-то не сохранился. Но это вайп. Это однозначно вайп. Поэтому, друзья, мы с вами вайпнемся. Короче, да, ребята, я вайпнулся. Закупил пять стержней. В общем-то, на все бабки купил, что у меня были. Сейчас я их найду. Вот они, в принципе, наверное, лежат. Да, все, я их сейчас быстренько занесу инженеру, чтобы не тупил. И, ну и, в принципе, я их, наверное, здесь и выложу. Пускай они здесь и лежат. Я думаю, не затупит. Положит. Что там по реактору у нас? Стержень наполовину. Все, инженер дальше справится. Я не знаю, я еще оставлю мы здесь, пускай стоит. А, ну, блин, а может, мы и потратили стержни. Я не помню, на самом деле. Ладно, это все лирика. Погнали сейчас быстро доплывем до роя. Уничтожим его еще раз. Как-то посветлело на подлодке, что ли? Или это мне так кажется? Не знаю, все-таки кажется. Все, начинается уже мясорубка. Тут уже началась такая-то часть роя. Непонятно, эти рыбы. Так, надо, короче, помогать, наверное, нашим. У меня, в принципе, что? У меня и сварочный аппарат есть. Оденем скафандр. Блядь, ебут. Одевай, бро. И погнали. Ух ты, е-мое. А где мой весь экипаж вообще? Чем они заняты? Блядь, надо вообще посмотреть, где мы. Сверху нас жуют просто. Нас просто уничтожают сверху. И все. Я вот так... Надо кого-то ставить. Я не знаю, ну, а кого ставить? Инженер что-то делать, наверное, будет. Этот за реактором следит. Да, надо их... Надо, короче, контролить. Блядь, тоже как-то попали в такую мясорубку. Вообще, хрен его знает. Выплывать их, гасить, да они тебя разорвут. Буквально там за... Блядь. Чувак, уходи с пушки. Уходи. Иди, бери маску. Живи только ради бога. Блядь, а сколько тут этих демонов жестких? Блин. Посмотрите. Увидите? Это же этот в скафандре челик. Типа, блядь, не помню, как они называются. Который демон этих в скафандрах был человеком, типа, раньше. И все. Блядь, не помню, как это называется. Пишите в комментах. Пишите в комментах. Я забыл просто. Извините. Блядь, жесть. Ай-яй-яй. У нас еще и кислород закончился. Просто надо взять быстро новый скафандр. Нет времени, потому что менять у меня баллоны. А, у меня были баллоны. Блин, затуплю, туплю. Ладно, хер с ним. Сейчас основная задача это вот этих вот ребят развлекать. Бля, нихера себе шустры. У нас с реактором немножко как бы проблемка возникла. Я, правда, не понимаю пока какая. Чего инженер тут трется? Чего инженер не решает вопросы с реактором? Почему? Иди запускай реактор. Конечно, это что? Это первостепенная задача. Бля, патроны уходят просто на ура. Просто на ура. Надо будет и стержень надо покупать, и патроны покупать, а денег только 2000 нам дастся сейчас. Все. Все, рой уничтожили. Отлично. Неужели, наконец-то и корабль вроде, и подлодка наша целая? Все, погнали. Сейчас должны нормально. Все, должно работать. Не понял, что это за крики были? Или это подлодка? Что-то я не понимаю. Мы сейчас просто уходим на аванпост. Я думаю, никаких больше приключений здесь не будет. Бля, у нас кто-то на подлодке, походу, ребят. Да. Бля, да иди ты. Так, бро, да, тоже одевай скафандр. А что это? Блядь. Лечить. Что с ним? Труп. Ну все. Минус, минус инженер. Теперь я, в принципе, понимаю. Итак, что у нас по реактору? Реактор запущен. Автоматическое управление стоит. Бля, надо уходить с локацией. Тут вообще звуки далеко не здоровы. Бля, должно быть все нормально. С реактором я его поднастроил. Два стержня, чтобы нам тупо хватило доплыть. Все, стартую. Нету времени. Надо отсюда тупо уходить. Пересохраняться я не буду. Ну, потому что, как бы... Блядь. Потому что, как бы... Да, минус один член экипажа. Но неинтересно будет играть, если, наверное, каждый раз пересохраняться. Только в крайнем случае, когда вот такое безвыходное положение, например, как... Нету стержни. Все, мы ничего не сделаем. Челнока нету, стержни нету. И что? Все, ничего. Тогда, да. А в такой положении, в такой ситуации, как бы, я не думаю, что нет смысла пересохраняться. Поэтому тупо все не работает. Тупо, тупо не работает. Ладно, я понял. Починить. Блядь, что тут за хрень? Давайте просто нажмем ремонт. Я думаю, тут, в принципе, все провода нормально настроены, да? А, нас грызут еще сверху. Понял. Капитан. Кэп. А, вот оно, откуда, в принципе, и звуки были, да? Ух ты, ёпта. Не, походу, это вообще... Это жесть вообще. Посмотрите, кто это. Блядь, это какой-то демон приплыл просто сюда и грызет лодку. Я не знаю, хватит ли боеприпасов на него. У него просто хп, наверное, бесконечное. Просто бесконечное. Это... Блядь, все, я понял, что мы просто ничего не смогли сделать. Еще и патроны сейчас закончатся. Все, закончились. Последняя... Да, последняя пачка. Так, давай берем в руки. Я думаю, что за звуки, блядь? Что за хрень? А это нас грызут, оказывается. Тут приплыли эти светящиеся демоны, блядь, и просто нас грызут эти уроды, да? Нормально. Минус один. И здесь где-то еще. Где этот? Все? Не, не все. Вот. Еще один. Надо экономить, надо экономить, надо прицельно гасить. Так, ну что? Так, ну что, сможем уйти, не сможем? Давай, ручное управление. Стартуем. Блядь, у нас ничего, просто ничего не работает. Экшен на самом деле. Ух, блядь, тяжело уже с ботами. Вот. Ну, что ты стоишь? Ну, что ты стоишь? А, ты чинишь. Все, извини. Окей. Уходим. Уходим. Просто уходим. Блядь. Это просто экшен какой-то. Давайте пробуем еще раз вверх. А, еще затоплен у нас, затоплен еще у нас, одеваем скафандр. Что, блядь, за хрень? Блядь, все. Это, короче, блядь, я понял. Это, короче, я, наверное, варил крышу здесь и просто меня боеприпасами, просто боеприпасами. Там что-то взорвалось, там гранаты или что, я не знаю. Ну, блядь. А, баллон вообще взорвался. А, нет, топливный бак сварочного аппарата. Что за хрень? Блядь, не понимаю, ничего не понимаю. Сварочный аппарат, значит, да? Это либо нас просто кто-то бомбит жестко. Не, сейчас вроде не взрывается. Наверное, с баллоном я что-то попутал. Я так и не понял. Ладно, это все, все лирика. Я еще думал, ластово сделать и следующую миссию начать. Ну, конечно, да, начнешь ты следующую миссию, сто процентов. А, все, запустилась малышка. Просто на аванпост и просто сваливать, и все. Я не знаю, это. Фух, ребята, ну, это, короче, было жестко. У нас минусанулся инженер, короче, под тяжелой тяжестью. Короче, его тупо погрызли или там ударились. Его там вырубило, затекло водой. Его тупо разорвало от давления. Не успел там, наверное, одеть какой-то сквадин. Помощник у нас все окей, как бы. Нормальный чучок на пушке полыгрыб. Ну, это моя вина, ладно, на пушке простоял, я поставил. Итак, мы доплыли. Так, магазина тут нету. То есть мы сейчас не сможем... О, основали военный аванпост. Окей. Значит, магазина тут нету. То есть ремонт по... Ну, вот у нас есть 2000. Мы можем починить корабль, подлодку нашу. Так. Там либо все предметы, либо... Ну, стены не надо. Стены это вообще, это бред, это чинить. Можем починить все предметы. Хотя вроде у нас тоже все как бы почином. Купить ничего не можем. Следующий, куда мы можем поплыть, это улей. Ну, тут нету миссии. Здесь, наверное, как это исследовательское можно... А, через него надо проплыть, чтобы дальше поплыть сюда. Либо мы можем поплыть на низ. Тоже нету миссии. Но, скорее всего, мы так и сделаем. Потом нам надо будет еще сюда, на укрепление поплыть. И потом жилой аванпост. То есть сможем сюда. И потом от него сможем либо сюда вверх, либо вправо. Но если мы вправо, нам опять надо будет улей. Я просто не знаю, что вот в этом улей. Наверное, мы ради теста в следующей серии попробуем поплыть в улей. Посмотрим, что там. Если нет, я просто вайпанусь. И поплывем мы на низ. Потому что, ну, как бы... Ну, как бы, да. Я не знаю, что там будет. Улей. Там, я так предполагаю, что будет экшен какой-то просто. И надо будет патронов, миллиард и подлодка пожестче. Поэтому... Поэтому, как-то, команда у нас все. Три человека. Все. Инженера у нас нету. Теперь я буду инженером. Ну, либо там помощник, короче, будет переквалифицирован у нас на инженера. Потому что, я так понимаю, что за пушки лучше я оставлю лодку на автопилот и буду сам стрелять. Потому что, ну, нерациональное использование. Помощник у нас будет инженером. Ну, механик-механик. Все как бы так. Ребята, напоминаю, кто пропустил или кто, может, уже забыл. Оставлю ссылку в ВК. Свой. Пишите мне, у кого есть игра и кто желает в копчики поиграть. Ну, требование как бы быть адекватными. Я не знаю. Просто иметь игру стимовскую именно версию, не пиратскую, там, какую-то, там, я не знаю, левую, а именно стим. Чтобы можно было, ну, нам скоперироваться как-то. Там дальнейшие детали уже в ВК обсудим. Но, опять же, если, конечно же, она соберется, там, минимум 2-3 человека хотя бы, чтобы можно было что-то сделать. Посмотрим. Не говорю, что будет это на постоянной какой-то основе, что вот будем играть вот этой тимой, которая соберется, я надеюсь. Но можно попробовать и вообще посмотреть, вот, с ботами, да, как бы, ну, видно, да, минус 1 инженер. Ну, как бы, сколько мы, откуда мы начинали? Да хер его знает, откуда начинали, может. Ну, миссии 3 уже точно прошли, наверное, 3 или сколько? По-моему, 3. Ну, даже если, ну, блин, как бы нормально мы доплыли. Поэтому посмотрим. Я думаю, будет намного интереснее. Да и плюс поиграем с подписчиками. Поэтому, не стесняемся, пишем в ВК, я оставлю ссылочку, еще раз говорю. Серия была просто жесткая, блин. И пришлось и подлодку латать, и вайпаться один раз, и вот этих всех вот морских вот демонов этих всех гасить. Ну, нормально справились, выплыли. Я вообще думал, честно, что придется второй раз опять вайпаться. Потому что подлодка была просто разобрана. Плюс все поломано, приборы поломаны, инженер все, труп уже, его нету, за реактором некому следить. Поэтому в следующей серии, думаю, будет интереснее, узнаем, что тут в этом уле и будет. Посмотрим. Все. Всем, ребята, спасибо за просмотр, кто досмотрел до конца. Обязательно комментируем, лайки ставим, подписываемся на канал. И всем удачи и до скорого.